Сотрудники Бийского краеведческого музея не подозревали, что владеют шедевром художника с мировым именем. Речь идет о датском живописце счет Йенсене Нильс Фредерике и его картине «Тунис», написанной в 1901 году. Эта работа попала в музей в 20-е годы прошлого века. Тогда отвечающая за художественное отделение Валентина Сингалевич приобретала у бийчан предметы декоративно-прикладного искусства и картины. Как Борис Хатмеевич Кадиков рассказывал, что эту картину ей подарили на каком-то одном из вечеров, которые она проводила в Бийске, какой-то сосланный офицер. И рассказывалась такая история, что это немецкий художник, который закончил нашу российскую академию и как пенсионер был отправлен в Тунис. И вот никакой информации на протяжении многих лет мы не владели никакой другой. Недели две назад, когда мы решили повесить эту картину в купеческом зале, Дмитрий Васильевич Ерошкин, наш сотрудник, нашел информацию в интернете. Оказалось, что это картина известного в Дании художника. Автор работы и счет Йенсен Нильс Фредерик известен как мастер жанровых сцен. Самые знаменитые его картины – «Собирательница хвороста» и «Ледь гуляет по пляжу». Эксперты его работы оценивают примерно в 300 тысяч долларов. Художник много путешествовал по миру и как раз в 1901 году был в Тунисе. После чего и появилось одноименное полотно, которым теперь владеет наш город. Сейчас искусствоведы ломают голову над тем, как все-таки попала картина в Биск. А еще о своем открытии они сообщили в Данию. Письмо вместе с фотографией работы направили в картинную галерею Рибе. Теперь ждут ответом из Дании. Они тоже владеют работами этого художника. Было бы очень интересно с ними пообщаться. И, может быть, у нас появится такая возможность отреставрировать эту работу. Потому что хранится она уже почти 100 лет в нашем музее. Но и состояние ее не очень хорошее, потому что красочный слой и, помимо крокелюр, просто осыпается. Осыпается.